Всем привет, друзья! В этом уроке по изучению 3D Max я расскажу вам, как настроить видовые окна вьюпорт под свои задачи. Главное, что вы должны понять, что правильная работа в окнах проекции или видовых окнах является залогом быстрой и точной работы в будущем. При построении любой фигуры мы видим ее сразу во всех окнах проекций. Так, пирамидка, торус, и она везде отображается, да, во всех окнах. Для того, чтобы перейти к фигуре в любом из видовых окон, допустим, тор, выделяем ее здесь, нажимаем правую кнопку мышки и переходим в это окно, допустим, в окно фронт. Отпускаем правую кнопку мышки, зажимаем левой кнопкой мышки фигуру и тянем ее. Вот, пожалуйста. Если же мы сразу перейдем в другое окно и нажмем левую кнопку мышки, то выделение снимется. Это очень полезно, когда нужно выделить точки или один объект среди множества и не потерять его выделение. Активная желтая рамка вокруг окна показывает, в каком юпорте вы находитесь в данный момент. Теперь поговорим об управлении и переключении видовых окон. Изначально мы видим четыре видовых окна. Если же нам надо увеличить обзор объекта, переключаемся в одно окно проекции горячей клавиши Alt-W. Если хотим вернуться обратно, снова нажимаем Alt-W. Также для переключения в каждое из видовых окон в программе назначены горячие клавиши по названию проекции. Допустим, вид слева это клавиша F. Вот раз нажали, перешли в клавишу Front. Теперь давайте переключимся опять в полный режим видового окна. Здесь нажимаем L, Left. Переходим в левую проекцию. Нажимаем T, Top. Переходим в проекцию сверху. Теперь нажимаем Alt-W. И возвращаемся снова в четыре видовых окна. Теперь давайте поговорим про визуальные стили или режимы. Отображение объектов в окнах. Режим Каркас, Решетка или Wireframe, кому как удобней, служит для полного контроля над объектом. Так как мы видим все его стороны. То есть мы можем в этом окне посмотреть, в этом, да? И мы как бы объект видим насквозь. Режим Shaded показывает нам объект с текстурой, но без тени. То есть как бы мы в реальности видели объект, который не отбрасывает тени и на который не падает свет. Режим Реалистик отображает объект, то как он будет выглядеть на свету со всеми тенями и объемами. Горячая клавиша F3 позволяет быстро перейти в режим Каркас, Wireframe, а повторное нажатие возвращает нас в режим Shaded, ну или Реалистик, смотря что было выставлено перед этим. Еще существует так называемый скульптурный режим Clay, который позволяет переключиться в вид, чем-то напоминающий пластилиновую лепку или скульптинг. Используют ее не так часто, однако если вам нравится подобное отображение объекта, можете работать в этом режиме. Но не забывайте, что данный режим не отображает текстуры объекта. Есть еще несколько визуальных стилей, но все они либо неэффективны, либо используются слишком редко, и ими можно пренебречь. Такие как допустим Bounding Box, который показывает только габаритную рамку объекта. Режим Hidden Line, такие линии черно-белые, хотя кому-то может быть удобно в этом режиме работать. Режим Facets показывает фигуры без сглаживания, то есть как бы они были, если бы не было бы групп сглаживания у объектов. Ну и остальные, вот стилизация, графит, то есть такие незначительные стили, которые практически нигде не используются. Видовые окна можно не только переключать, но и менять их размер, в зависимости от того, сколько пространства вам нужно. Для того, чтобы изменить их размер, беремся за перекрестие, нажимаем левую кнопку мышки и тянем окна. Пожалуйста, можем так расширить, можем так расширить. Можем оставить какое-то окно больше среди некоторых, да? Для того, чтобы вернуть все окна в исходное положение, допустим, нам надо снова, да, как было вернуть, заходим в плюсик, Configuration Viewport, и здесь в кладке LED, вот мы видим все визуальные стили наших окон, да? И вот возвращаемся, допустим, мы хотим опять вернуться в это окно. Мы переключаемся в любое из этих окон, нажимаем Apply, и вот, пожалуйста. Теперь мы снова переходим в этот вид, нажимаем Apply, и вот снова 4 наших окна вернулись в исходную позицию. То есть, таким образом, мы можем быстро поменять конфигурацию видовых окон и работать в том режиме, в котором нам удобнее всего. В этом видеоуроке вы узнали, как настроить видовые окна Viewport под свои задачи. Оставляйте свои комментарии под этим видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Спасибо за внимание. Всем пока.